всех приветствую всем здравия друзья итак у нас сегодня 1 сентября первый день осени пока замечательная погода видимо ранее бабе лето время 7 утра у меня выходной и давно запланированная поездка все тянул-тянул велопоездка по московской области в одно интересное местечко чеховского района на берега замечательной реки нора доедем на нару в общем сейчас на электричку через 20 минут электричка у меня там до чехова далее автобусом или половина маршрута на велики вот в общем хочу снять сегодня очередное фильмец что там из этого получится не знаю но упускать погоду пока тепло хотя уже вот вечерами чувствуется что осень нет сегодня первоклашек все перенеслось на завтра на понедельник на второе вот но сегодня воскресенье довольно пустынные улицы люди отдыхают вот ну надеюсь народа будет немного в транспорте чтобы не велик не разбирать поаккуратней но еду я на своей дочи так и зовут это десна 282 года чем все как всегда у меня все по простому виде виде стрима записи вот где буду что ну и кое-какие комментарии думаю что очень многим будет интересно немного ответьте хоть снимаю кодек за x5 камерой качество поубавил для экономии места и батареек на 720 hd вот ну по сути сейчас качество уже и нафиг не нужно с проблемами ютуба тормозами и так далее поэтому вот он почти уже до станции доехали но там и продолжим я еще прихворнул немного чё-то надеюсь по дороге разгуляется он построили у нас тут новый переход долго они его делали мы единственно что радует сделали аркой так у меня сейчас 713 серпуковская вот на ней поедем через 10 минут только сейчас обнаружил бьют у меня немного колесо подтянуть да ну принципе будут вопросы по дороге подтянем взял ремкомплект также по резине и насос потому что мне потом от стремил его долго пилить ну как долго дорога там не асфальтовые всякое может быть поэтому на всякий случай ну что ждем электричка мы по дороге посмотрим там сейчас будем проезжать по хру подольск сяду справа пошла подольская но моя сейчас следующее погода классная частоят эти дни вообще до тридцатки там 26 27 вчера на прот ездил на ставь ее туда на пыха погрелся пару часиков вода еще нормально то что может быть сегодня окунемся и в наре посмотрим по крайней мере речку там повидаем какие-то места шикарные путешествовали там где-то года четыре пять назад тоже на велике только на другом раздолье там уже граница калужской области московской калужской области то есть нара разделяет две области а вот очень новые наклеечки злк спрашивать такое акт и так м автомобильный клуб москвич ну вот она и моя черпуковская на ней вечером вернемся и обратно весь день дороги поехали с богом на виден народу мало это хорошо а старше и 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 как это заметно дальше от подольского района все меняется и люди вокруг дальше от Москвы отъезжаешь начать на такое ощущение что дальше от Москвы начинается нормальная жизнь человеческая то есть уже бабульки вот эти все нет этих перекапанных сейчас вся Москва перекапана Собинин опять там, блин, начат все перекапали, опять бордюры, там вообще пикет здесь этого нет ну что, через 10 минут приезжаем, даже меньше уже выходим и там продолжим приехали, девятый час Чехов такого раньше не было так, ну сюда мы, я надеюсь вечерком вернемся на это где-то часов 5 автостанция нам сейчас вперед да, давненько я здесь не был, очень давненько даже прям ничего не узнать, блин, много лет раньше все было по-другому ну что ж, у нас в Подмосковье город Чехов, который до 51-го, по-моему, года назывался Лопасня и был переименован в честь великого нашего русского писателя Антона Павловича Чехова связано, по-моему, с 50-летием его кончины места эти отрадные кстати, город Чехов сейчас оп, блин на гербе города Чайка вот вот это Чеховская Чайка ну то есть это оттуда Мелихово многие памятные места как Крюково, Новоселки там в Крюково у него был открыт мифический пункт Новоселки школа для детей которая была построена и содержалась на его средства а так дом-музей конечно же в Мелихово бывал я там пару раз как-то а так ну типичный подмосковный городишко я говорю чем дальше от Москвы меняется все здесь вот вот эти вот старые здания никому в голову еще и здесь не приходит блять их с насильной в хорошем как бы сохране да а а а у нас там все посинители нахрен улицы пустынные но сегодня воскресенье многие сейчас отдыхают кто-то может уехал на дачу грибов он сейчас смотрю бабулю продавал прям куча белых такие отборные блин блин такая красота хотел снять неудобно вот и торопился вот электричка вообще на серпах вот сейчас ушла пустая абсолютно все до Чехова сейчас все вышли ну что вот такой городишко ну естественно он не такой маленький большой довольно город вот нам сейчас вперед автобус у меня без двадцати девять не спеша еду что-то народу мало удивительно гидросталь тем не менее стройки и то что за последние годы было конечно и здесь затронуло видно особенно в районе там развязки автомобильные и так далее сейчас конечно многого я просто не узнаю было все иначе давно меня не было с девяностых можно себе представить да автобус у меня двадцать седьмой уходит со станцией восемь сорок и там я впереди подсяду на него ехать где-то минут сорок и дальше у нас уже полная автономка дальше уже автобусы не ходят там все увидим все расскажу дворец культуры дружба знаменитый с фонтанами когда успели фонтаны сделать раньше по-моему не было ну так да миленько миленько Абелинск воинской славы проезжать кстати будем дальше туда от Стремилова ну и знаменитый Стремиловский рубеж я как-то снимал там пушка стоит так времечко у нас почти 20 минут через 25 минут автобусом время есть нам сейчас тут совсем недалеко осталось я тут на ту сторону переехал потише но я хочу сказать вот энергетики городов мест вот так разнятся Москва конечно здесь по сравнению здесь просто дом отдыха мы смотрю так размеренно все люди спокойные такие относительно лица другие и вот смотрю а дальше там серпухов там вообще как-то мы с андреем когда возвращались с озера саке блин просто говорю другой мир блин это подмосковье здесь кстати реновации по-моему нет да наверное не будет это хорошо ну как посмотреть да для кого потому что люди живут еще настолько ветхом жилье часто аварийным что опа блин чуть не занесло одной рукой вот так что а у нас там ломают блин а это некогда знаменитый магазин восход там ниже универсальный вот вывески нет ну с этой остановочки мы уедем через 20 минут это универсальный магазин в бывшем сейчас не знаю да это раньше был универсальный магазин да здесь когда-то жил мой друг по шабашкам да все больше слова было было когда-то что поставим здесь тратиться некуда все даже зайдем сейчас в магазинчик посмотрим что там может что в дорогу прикупить так через 15 минут автобус надеюсь разбирать не придется сейчас посмотрю если народу мало то нормально я там по интернету посмотрел какие автобусы ходят в общем то как у нас там площадки большие ну будем надеяться что народ будет мало не хотелось бы разбирать я блин протягивал вот эту гайку вот а то он не до конца стремиловский рубеж сейчас проверим вот кстати справа неплохие пруды для рыбалки бывало это чуть подальше осталось немного скоро приедем здесь вообще в автобусе даже чувствуется воздух другой ну чё мы в стремилово хотите магнит посмотреть исконно русский под шифером конечно после москвы все это прикольно нет это и есть настоящая жизнь к сожалению такая какая она есть ну так времени 25 минут так мне бы сейчас зайду сейчас посмотрю может кофейку попить там магазин впереди есть посмотрю сейчас вот расписание обратного нету говорит есть в интернете посмотрим то есть нам сегодня обратно так ну будем с расчетом где-то часов в 11 я буду на месте а едем как я говорил мы сейчас туда вниз по дороге через поля и на речку и на речку ну вот и ворачиваемся обратно блин воздух здесь вообще все по-другому вот энергетика совсем другая разных мест это так после вот с этой москвы чувствуется воздух вообще другой прям я сейчас я приехал дышать легче намного просто кстати как они гробят народ что они там сыпят или сверху или снизу с этими вышками башнями там и со всем остальным ну прям вот вот сейчас прям вот на что у меня нос не работает и то прям я чувствую свежесть прям вот бытия кстати сегодня еду путешествую у меня соц карта и 100 рублей больше вообще нету ни хрена блин ну до суда заехал бесплатно хотя тут сейчас что-то этот пикалка что-то конючило типа блин да я не знаю вот ну главное на электричке там в общем все нормально ну что стартуем зайду я сейчас магнит ну в принципе что там снимать едем дальше там должен быть магазинчик слева вот как-то бывал я там не знаю закрыли нет зайдем сюда на всякий случай 99 как новенькая вот что значит стремилово да сильные бои здесь были немецко дорвался к москве вот да где их только не было здесь кстати да я говорил граница Калужской области чуть подальше вот много этих обелисков славы монументов вот один мы такой будем проезжать я специально зайду поснимаем вот ну что зайдем магнитик нету здесь кофе и магазин она говорит на кассе тоже не работает зато есть вот стремиловский рыжь греется на солнышке кисик мой хороший мой зайка привет тебе привет из москвы может быть ты мой хороший мой кисик не знал ничего к тебе вкусненького привел ты мой хороший кисик кисик умничка хороший котя греешься на солнышке ну грейся грейся пока скоро да скоро похолодание это мой кисун рыжий нос красный стремиловский местные братва да а у меня в дыркой тоже кот есть да сына белый тоже хороший кот так ну что всем привет из стремилова видео даже сегодня вы увидите постараюсь сегодня прям все это дело забабахать вылете греется погодка класс прям вообще сегодня до тридцатника ну вот последние теплые денечки блин сейчас прям майка сниму вот и прям так поеду загорать вообще класс ну что в путь в путь в путь до свидания лето сегодня 1 сентября стартанули в полдесятого посмотрим сколько за сколько доедем чтоб потом сориентироваться ну вот немного стремилова смотрите машин нет людей нет наверное все на юга уехали отдыхать как раз сейчас там бархатный сезон наташа наташа иванова сбросила видос свеженький жара говорит стоит море теплая бархатный сезон все дела а школы здесь в общем крутим потихоньку так заканчивается стремилово на небольшой поселок ну совхоз смотрю еще что то дышит то ли там на базе какого то фермерского хозяйства или что то я точно не знаю вот ну смотрю совхозный гараж еще что то там есть сена заготовка ну в принципе молодцы дай бог так это у нас першина через 05 передок у меня бьет блин надо бы сейчас спустить резину поправить у меня покрышки больше перекачал и выпирает это грыжа а то когда прибавляешь немного по скорости начинает блин так колбасить бу 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 блин ну и задок тоже немного сейчас там попозже сразу сойдем вообще здесь дач очень много я хотел сегодня заехать к одним знакомым своим старым знакомым хорошим и добрым ну вот не знаю не звонил они вроде бы должны были уехать в москву завтра поведут школу внука не знаю всем привет и крути педали пока не дали что касается дач да здесь много вот и мы когда-то с андрюхой ходили какой год это был двадцатый двадцать четыре года назад я прям с похода махнул сюда вот был в отпуске вот и как раз я у них там где-то дня четыре наверное пять жил вот ну заодно и на велике мотался здесь все накачали там велик вот как раз у меня тоже десна только она постарее немножко то есть предыдущая модель она была не одна вот ну вот я прям здесь и мотался кружочек там по анаре вот так вот к чему люди как уехали тогда из москвы когда вот эти все намордники весь этот дурдом начался там с шериаловом там позже там помните да все многие так и остались жить в деревне она мне бабуся говорит блин как она говорит я сейчас уже в город мы отвыкли говорит во-первых говорит таблетки уже забыли все у них там свой коллектив там уже кто-то там кури развел там что-то такое вот и говорит мод круглый год живут вот круглый год живут вон дачи живут на земле вот она воля вот он кстати неплохо было бы заехать по краешку посмотреть грибу сейчас есть уже сейчас осенненькие такие это хоросина деревня вот слева сюда автобусы уже не ходят чеховские вообще что-то там какая-то там маршрутка что ли какая-то была ну ходит не ходит туда дальше хотя остановки там есть вот это я точно не знаю раздолье здесь поля растет то что у нас уже там нету здесь южнее да красота что едем дальше блин даже под горку приходится крутить еще да под покрытие резина прям шипит вот съезжаешь он по полосе сразу прям легче идет ну во первых на таких великах где-то по поселку ездить на дальняк конечно блин это полный трэш блин 20 дюймовые колеса которые чувствуют блин люб всякую кочечку там и нет это детские велосипеды так можно сказать это не для этого но мы вот с дочей с наших дед только не бывали ну по этому маршруту едем впервые ведь именно тогда и за той десны я купил вот эту и она мне тогда запала в душу я до этого там о великах даже и не думал хотя уже так наметки были по городу болтаться там туда-сюда за хлебом сходить далеко в общем ну это практично а вообще если бы так то бы я бы сейчас конечно электро взял бы какой-нибудь такой ну более менее а потом вот тема реставрации все это мне близко родное как бы ну вот так и зашло так насколько я помню сейчас должен быть поворот сюда налево в лес дачный поселок ну типы ну и СНТ или как сейчас да а вот называется муравей эти да да вот этот поворот вот остановки есть автобусы не ходят зато теперь под горочку а участки давали от АЗЛК многие не знают уже автомобильный завод ленинского комсомола тогда всем давали много и везде типичные 6 соток все нахватали и сейчас очень много все это стоит в запустении это 90-е там где-то начало нулевых блин бабульки там с вечными этими тележками на колесиках блин выходные там все в общем это но было прикольно начиналось все все эти хозблоки сейчас выражение такого уже нету а вот вот недавно было блин там все в этом роде шабашники там но потом все это проблемно да очень много денег средств какие там деньги у пенсионеров их тогда-то в 90-е вообще не платили пенсии ну и сейчас не балуют 10-15-12 а то и меньше попробуй выживи а тут еще сдачи если там за один свет блин потом там сборы еще и СНТ все в этом роде что так ну что у нас сейчас дальше мы спускаемся вниз и сворачиваем с дороги ну там она по сути кончается едем потихоньку а я смотрю здесь машин не было по-моему колючая проволока землю прихватил и снаружи еще этой утонкой да и немало земель смотрю здесь блин целое поле хрен может фермер может не фермер и и картину которую в Москве давным-давно не видели сейчас покажу я как бывший тракторист просто обязан это показать в Эмпилок у меня даже где-то поработал я немного в совхозе потом обратно на завод ушел вот она что ни на есть людская работа земледелие 700 или какой он сейчас не помнишь момент у меня сейчас поворот налево будет у меня сейчас поворот налево будет ну что у нас дорога уходит направо а здесь у нас Леонова и на карте там даже есть на навигаторе я тут посмотрел остатки остатки Леоновской школы надо написать было не остатки а руины ее мою блин точнее было бы по этим камням мне сейчас пилить не хотелось бы видите как что значит колесики на 20 каждый камешек зараза чувствовать блин я думал у меня что-нибудь тут на велике отвалится да или у меня блин не наверное сейчас поспусти передок и хотя бы блин вообще так ну что обещанное ну тут мимо как бы все равно не проедешь Леоновский мемориал славы так назовем погибших в великой отечественной войне никого нету площадка пустая дачники только вот мне две машины встретились вот сейчас остановимся зайдем покажу посмотрим ну и помянем минуты в том числе умолчание павших в великой отечественной войне героев так ну вот самые ожесточенные бои в 1941 году на территории Лопасинского района проходили в деревне Леоново вот здесь как раз мы и находимся 25 декабря 1941 года деревня Леоново была освобождена от немецких фашистских захватчиков то есть в этом же году ее отбили ну вероятно когда немцы отбросили от Москвы а бои вот я как говорил да тоже здесь много мемориал славы здесь вот стена осталась то ли это была Леоновская школа сейчас прочитаем я тут раз показывал сейчас не помню сейчас прочтем вот это братская могила так здесь на Леоновском поле в неравном бою с немецко-фашистскими захватчиками защищая Москву погибли и пропали без вести свыше 600 солдат и офицеров списки погибших и пропавших без вести находятся в музее памяти в городе Чехово вечная память защитникам Отечества хотя бы молодцы что серп и молот так 941 17 дивизия народного ополчения вот царствие вам небесное вечная слава помянем вас минуты молчания ну а мы едем дальше может быть кстати кто-то и кто будет смотреть это видео деды или прадеды как раз воевали здесь кто знает кто знает ведь не было тогда был единый могучий Советский Союз не было тогда этих границ так у нас дорога сейчас уходит дальше и мы спускаемся вниз вот вот и вот здесь уже где-то вот начинается Калужская область тот раз я навигатор сейчас я включу посмотрю поточнее вот и нам вниз зато потом подниматься блин вверх кстати можно будет даже съездить и в Калужской области есть там мост через дачи там Менсенте внизу вот посмотрю под настроение ой какая сегодня погода замечательная ой просто замечательная погода последние теплые даже жаркие деньки сейчас где-то градусов двадцать с лишним точно есть вот видите все уже березки уже зажелтели сегодня первое сентября 2024 года отсюда я вам ну ладно привет отсюда передавать не будем здесь все-таки ну вечная вам память братья и сестры покойтесь с миром ну а мы едем дальше вот они обычные поселковые дороги накатанные накатанные простите лишь бы только там на дороге щебенки не было блин тот раз не было а то проще ехать блин по обочине ну где-то здесь вот уже начинается Калужская область ну вообще-то по идее по нари что-то ху блин затяжная горка длинная ну дочи сегодня стряска хорошая блин надо будет потом все блин все потом посмотрите узлы блин а то по городу чудом асфальтик один какие красоты до 1 сентября все край лето что давайте на дурака пройдем сидеть по краешку посмотрим грибы сейчас уже есть и сейчас самый пик коли на рынках есть значит есть тут я думаю никто не шарил ну брать не будем я наверное не найду так минут 10 немного ноги так ну сейчас опята должны пойти сейчас дожди начнутся осенние а могут даже не ждать этих дождей все грибы есть в этих краях места грибные в чехове на рынке сейчас были такие отборные прям крепыш и такие черноголовые прям белые были красавцы если обратно поеду застанут поснимаю найти особо затягивать не хочу он там дела по делу грибов вообще не видать даже ни одной поганки не видно в другое место на все эти оси что тебя приносит переливах света закатилась лето сколько вот перед этого лета ждать ведь это гребаная осень это сырая холодная промозглая и такая же зима еще мне у нас тут вообще солнца не бывает вечная серость низкой черную такой свинцовое небо и народ такой мой замученный зеленые такие все серо-зеленые и думаю юмор сам же такой же видимо и нужно тут единственно что зимой блин это вот ждешь весны она пролетает на раз и лето но у меня хоть в этом году слава тебе господи смог смотаться в дыркой но у меня были накопление там за возможность была но на будущий год я уже планов не строю надо быть реалистом если мне сейчас кошельки 100 рублей лежит и я еще буду наверняка увольняться с работы потому что они мне просто там но вредность у нас там попробую сейчас выбить долги хотя вряд ли ну подождать придется все равно потому что надо на что-то жить вот и наверное придется все же уходить потому что тут в данном случае здоровье дороже вот но там посмотрим такие планы обо всем да начали с грибов закончили работы знаю кто о чем обшивайся в бане а какая красота да там сейчас вот прям на поля выезжаешь там прям сверху мне сейчас покажу он отдыхает моя доча прям на краю дороги я сейчас тоже немного перекурю на так пути мы уже 40 минут ну видите с двумя остановками принципе я уже должен был на подъезде быть будем брать час игры было бы машина и машина пусть такая средняя пенсия вот я бы путешествовал нахер эти города эту москву всем привет и привет и вот сейчас бы порыбачить поставил тент палатка даже не обязательно машину с это пикап короче разложился менять и поспать и нормально всем газовая горелка с водой в общем дом на колесах какая разница мне мыслята была я думал тогда 2137 взять пикап довести его до ума ну вот видите одному бог дает корову а другому как там говорится желание или иметь корову в общем быдливой корове бог рогов не дал это точно уже да зато у нас он какая корова есть зеленая с рогами сейчас дочь сейчас едем блин досталости сегодня подпустила немного колеса видите а уезжал конуса подтягивал вот колеса 20 . все на себя принимает это говорю по городу где-то в деревне в поселке там покататься на по такой конечно ладно едем дальше здесь дорога нормально кстати было обычные проселочные вот как там видим и сделали и обратно мне очень много придется в горку хреначить здесь у нас тоже какое-то поселение милихова это не то милихова то милихова совсем другой сторону и вот здесь внизу протекает нара каждый год стараюсь я продам дом пожалуйста шестерок ты на хреначили типа деревеньки что какой-то снт родничок к снт милихова налево мне все начало дребезжать блин звенеть блин блин по такой хрени вот и что сейчас я и вот на этой ездить вообще блин не рекомендуется нереально вообще то есть она прям даже камни выстреливают из-под колес я приспустил еще все равно блин больше спускать нельзя блин а то пробить можно так река нара родник направо родничок милихова сквозного проезда нет вот как раз на родничок нам и нужно из-за этого мы проделали весь этот длинный путь блин мотает прям на и будет вообще да блин протрясло всего моего тут хоть пешком иди при вообще бы хоть бы с краешку оставили чего-нибудь а посмотреть и лучше какая красотень это просто любуйся не нулюбуйся прям вот настолько бы гармонично все бери прям картину рисуй прям как на холсте левитана красота так у нас сейчас дорога вниз там низом-низом и наверх наверху у нас будет родничок чуть-чуть пониже будет нара вот можно будет кстати заодно еще и окунуться времени есть времени 20 минут 11 то есть 50 минут у нас в общем час возвращаться обратно берем час поехали вот здесь вот внизу нара салют две машины стоят рыбачки что ли прям марио такое вообще погода охрененная просто нет вот этого пекла то есть солнце ну вот и нам сейчас там дорожка вот сюда вот наверх надеюсь там никого нет а то иногда шалмана собираются правда не время как по тому что сегодня уже 1 сентября дача здесь долго здесь не буду ну и торопиться тоже особо некуда у нас времени полно него чтоб часов 5 дома быть посмотрю заодно во сколько блин камни стреляют за блин нет это по этой вот стиральной доске услышки бум 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 это велик гробить вот нищета на асфальт денег не хватило и он богатейшая страна мира с таким народу населением это пипец конечно так ну чтож вот нас эта дорожка там сарю детишки бегаю передавайтесь про канаре съездим чтоб потом уже давайте канаре съездить надо там две машины стоят с палаткой даже две палатки да не здесь походу уже не первый день белье сух кто-то там еще стоит так ну что лишь поедем дальше туда беги чего дорожка вдове реки по всяком случае было я ездил вот а беги чего тоже автобус ходит но он какая фемина приехала по загорать люди молодцы вот она нара красавица ты красавица оба вот она старая русская река нара пойти окунуться мужик брод проходит я вот здесь так купался малыш не было блин полно ну мы сейчас окунемся в другом месте кстати проехать можно здесь и здесь а виды какие поглядите сосновые я вообще планировал сюда и андрюх тот раз звал можно было с палаточкой стать он там наверху или здесь где угодно блин прекрасное место для похода вот да и с лодочкой тоже неплохо вот это вот нара пойдем сейчас хоть умоемся чему суда столько пить вот она нара блин вода чистая вообще вон рыбка стока тики лягки быть вон блин полно вода чистая вообще и втекает она в аку в районе моста серпуховского а выше еще втекает одна река до про това но она туда повыше гораздо ну что он посмотрели купаться я не буду мы в другом месте окунемся повидали побыли это слава богу на место здесь конечно на выходных вот так я не понимаю нахера эти города нужны когда там сила все и все здоровье все время жизни машину сейчас у всех приехали вот так вот удочку палаточку ли тент погода классный посидеть по загорать покупаться блин даже рыбку половить шашлычка блин тоже ну ладно так ну нари говорим спасибо и до свидания до надеюсь скоро мы и повидаем только в другом месте это позже вот но у нас сегодня план немножко другой собственно зачем мы сюда проделали весь этот путь поднимаемся наверх да ну и конечно же всем привет с нары первый осенний привет официальный до сегодня 1 сентября солнце припекает так ну то что надо греет даже не припекает прекрасная погода замечательный день но скоро все вот это будет желтым быстро все это переходит ну что ж едем едем дальше вот им на месте на месте куда мы ехали и электричкой и автобусом потом на велосипеде это источник святителя николая николая годника здесь на берегу реки нара давно я здесь не был и купель пока тепло много здесь сейчас при мне народ приезжает за водичкой старый кончик это я еще помню то раз когда был вот наберу водички с собой ну литрушечку возьму посидим отдохнем и в обратный путь чем здесь написано что-то вело вело игре гребли фото ну а места то здесь какие посмотрите сосновая роща бор прямо вот красота сижу такой здесь блин отдыхаю трофи лайф приехали блин машина н-15 ну что ж опять дорога возвращаюсь не смотрел еще времени сколько интернет не работает здесь ну видимо из-за симки потому что колушка обувь красоты какие в горку не до греб это щебенки это пипец конечно а народ этот сколько там 11 машин они с москвы это своего рода клуб такой семейный объединяются допустим решили вот в этот раз у них тоже погода хорошая вот у них по чехскому району по вот заехали сейчас на нару пообедают в общем так добрейшие люди прям замечательно они там разложились все у них там чин-чинарёк короче молодцы и сколько много интересного в пути так но нам сейчас выбираться на ровную и там не спеша позвоню там где-нибудь поближе туда связь появится что-то у меня связь пропадает блин на втором телефоне вот если знакомые мои дома там может быть не заеду на часочек проведаю скорее всего посмотрим посмотрим вот и там уже гляну в интернете расписание ну к нему и привяжемся вот чтобы часа сейчас где-то часов 12 туда-сюда час на пол 2 2 где-нибудь вот так не спеша там скотом посидеть путь утюхаться я кошек обожаю просто поехали потихоньку блин затяжные эти подъемы блин длинные так вы матовый зараза чем нет передачи 18 зубов есть до звездочку меня побыстрее как бы ну там тяга друга ничего сейчас там мимо леонова там уже сейчас более-менее ровно на трассу выйдем там попроще мать на все время смотри все закончился блин подъем этот ну почти там будут небольшие подъемчики но это по крайней мере там на сварке это не так ну здесь блин это вообще на этой стиральной доски ура дорога леонова сейчас на остановке перекурим у блин отлично когда асфальт это хорошо не остановка здесь смотрю живая значит сюда автобус какой-то ходит все таки скорее всего заездом наверно да вот надо все оборвать и сжечь ну да как старец один говоря суть бесов разрушать и осквернять а это вот ой а ну ладно красоте не все время посмотрим перекурим до переведем и двигаем дальше так короче появился интернет у меня автобус 1235 сейчас без 10 12 прям самый край попадаю ну чё тогда на 1235 рвем без всяких заездов без всякой этой ерунда вины так если привезу к этому время это паша мне отписал так я может как раз пойдет тебя чуть-чуть едем а то особо времени то у меня не так что много значит 35 минут первого накручиваем педальки блин тут вот чуть подальше справа есть речка сталинка называется она впадает в нару было на этой речке где-то у меня там видео даже есть вот так там бобры все нахер повалили там вокруг деревьями вот тоже бестолковые мне ладно бы где-нибудь они учет типа ну за пруду делать до что вместо обитания там так они на поле для деревья там валить начали я к чему ну пора их народное хозяйство млеть привлекать нахуй прошу прощения мошка здесь летает блин прям народное хозяйство бобров блять и платить не надо млеть они там на пилках самим виду не знаю там чем он пусть китайцам в тайгу млеть валит нахер пару эшелонов млеть бобров но бесплатные работнички не надо им ни зарплат не профсоюзов и заявление какие там писать никто не станет клавиат как у этого у райкина помните было ты балерина пируета крутишь привяжи к ней динамо машину пусть свет выдает у меня недоразвитые районы ну все в этом роде а тут бобры и сколько тут да кстати про речку про эту в некоторых на некоторых картах в навигаторах она по-другому называется ведь как замыливают подло название спаленка то есть вместо т.п там ну понятно это сплошь и рядом глядишь без подзарядки мне хватит на все видос поснимать ни разу еще не подзаряжал так поворот на муравей хотела заехать но не будем мы поедем на пол первого на автобусе вот тоже места дивные походила здесь как-то ну там сейчас под горочка туда-сюда и стремилово кстати когда-то давным-давно еще в детстве мы и приезжали сюда в музей школы у них был музей великотечественный тогда уже капанина была то есть копали ну скорее всего все это находилось снаружи тогда еще этого естественно не было всех этих металлоискателей там в таком количестве на и движение такого вот еду а смотрите желтые листья летят прям вот все осень блин ну денек сегодня просто классный сейчас еду блин вон загораю блин ну конечно уже солнышко не такое но ловим ловим может быть завтра еще в Остафьево смотаться вчера был я нормально покупался водичка то что надо да я че ржу ну бля вспомнил это бобром короче бля тему бля помните в гараже фильм гараж Рязанова а у меня мороз устойчивый обезьян какой от них толк какой они говорит на деревья лазить будут в тайге шишки снимать кедровые вот и что укладывать в ящики но нет и это мы им не отдадим на так ну там сейчас за лесочком уже покажется стремилова то есть по-любому я на автобус успеваю может даже зайду Какого-нибудь холодного Что-нибудь выпить В плане Кваса тут явно нет Разливного А какой он раньше был Боже помилуй Я тут читал Воспоминания Там целый сайт 38 или 40 копеек Трехлитровый бетон Так блин его не напьешься Насколько он вкусный был А окрошка какая на нем была Продавали в бочках Все помнят Ну вот под горочку А здесь типа база какой-то Прям домики Прям передами стоят Кстати место очень удобно выбрано Толково Вон они прям вот Раз, два Здесь, ну блин На дачу-то это не похоже Они все одинаковые Хер уж знать Блин, летел я Без остановок практически С Леонова Ну вот она Матушка Стремилова Успела я и на автобус А значит и на электричку Так что Так, ну где-то Ну пол третьего по идее Должен быть дома Нормально весь день впереди А сейчас успею еще Что-нибудь Какого-нибудь холодненького С холодильника Сейчас возьму Недорого А то мне денег В общем Притык Жду зарплату Е-мое Тяну никак Не могу дотянуть Так, ну что Приехали Ну еще не совсем Надо еще С котом поговорить Наставления ему там Некоторые Вразумления Вот Потетюхаться Мляньте, вобеду Они как люди Все разные Есть такие личности Ну прям вообще Это Да, хорошо Сегодня съездили Правда еще не до конца Ну что касается Велосипедного маршрута Ничего Велик не подвел Хотя тут все Дребезжало Тряслось Блин Ну вроде бы Ничего не отвалилось Приспустил немного Колеса На щебенке Но на свайте Зато крутить тяжелее Ну и резина Не такая То есть у нее Площадь опоры Большая Поэтому В остальном Вроде ничего Приеду дома Там надо будет Все просмотреть Уже Протянуть Там кое-что Вот А так В общем Нормально Едем Стремилово С этой стороны Ну частный сектор Кстати здесь Пруд есть Пруд есть Туда правее Подальше Большой Пруд Как озеро Я тут раз На рыбалку Собрался Ну Вот сейчас Магазин Проехал Здесь справа Закрыт Закрыли Конкуренция Наблюдательная Наблюдательная точка Что ли Вот Не было В общем Что-то такое Кисун Кис-кис-кис Рыжий Здорово Здорово В холодильнике Абрама Каком-то не выпью Мой зайчка Где мой зайчка Кто Ты Правильно Видишь Ты мой хороший Водичка у тебя есть Сейчас ты корма Дядя Стасик Пичкин Тебе корму Купил Вкусненького На Мой хороший На Кошей Кошей Сейчас я Получше Ешь Ешь Мой хороший Ешь Кошей Все У меня сейчас Автобус Скоро Давай Бог даст Увидимся Надо еще Успеть Водички Попить Пока не остыла Наперекурить То еще Ехать 45 минут Ну что Дочь Молодец Справилась Тут Что-то Скрипить Начало Надо Смотреть Подтянуть В общем Мы тебе Технист К обслуживанию Потом Сделаем Ждем Автобус Через 7 минут Пойди Блять А вот и Автобус Ну еще Постоит 5 минут Так что Я успею Перекурить Ну а попьем Уже Водички В автобусе Да Вот здесь Вот Круп Большой Круп Считай Как Озеро Рыбалка Блин Народец Есть Здесь На плотине Там Домики И Насчет Пожить Здесь В этих Домиках Раньше Ставали Ну С палатками Я тут Раз Ставал Рыбы Есть Ловят Ну Сейчас Здесь Справа Стремиловский Рубеж И мы Едем На станцию Чехов Там На электричку И домой Автобус Оказался С заездом В Бегичево Блин Если бы я знал Этот рейс То можно было Сейчас По Наре Там Проехать Там Недалеко В общем-то Вот Дорожка Есть Я говорил И Здесь Его Подождать Такую Петлю Не надо Было Делать Ну Ладно Худе А я Сморю Здесь Настремился Свернули А Таких Рейсов Всего Пять В день Делать Заездом А в интернете Не отмечено Хотя Мне в принципе По барабану Я уже В автобусе Остается Только ехать И наслаждаться Подмосковной Красотой А Бегичевом Мы были В походе В детстве Ходили А был там Лагерь Звездочка Слева Слева Внизу Да Давненько Это было Потому что Места В общем-то Знакомые В каком-то плане Но Чехов Вообще Не узнаем Сейчас Когда туда ехал Вообще Изменилось Все Давно Не был Как все Изменилось Бегичево Вот там Лагерь был Раз А вниз Нара Здесь Пятачок Разворачиваемся И погнали На чехол Путешествовать Че только Не увидишь Хотя люди К этому Относятся Ушли В себя Все Короче Я видел Сегодня Бабулю Дай бог Ей доброго Здоровья В адидасе Фирменном Ей лет 90 С палочкой В фирменном Адидасе И со Смартфоном Они Сворятся Ходишь Ну Прикольно Пипец Конечно Заездом Еще По всем Деревням Заездом Потери Во времени На 22 Я Опаздываю Теперь Только На Без Пяти Хрен Узнает Успею Линить А Иначе И потом Не ждать Больше Часа Такие дела Приехали Бабчихов Ровно Час Охренеть Кто бы Мог Подумать Два Заезда В деревню Довольно Долго Мы Еще Даже Не Приехали Ну И Успевали На 1 53 Посмотрим Муча Изменилась Очень Много Антон Павлов Чехов Собственной Персоной Написано Не уставайте Делать Добро Вообще Его слова Спешите Делать Добро Большая Разница Охренеть Можно Час Десять Блин Еще Немного Я бы На вторую Литричку Опоздал Это Пипец Надо Сейчас Большое Устрей Еще Батареку Завидеть Красную Сразу Стало Тоже Еще Блин Что Сейчас Движим Сразу Платформу Все Время Прям В Обрез Успел Электричку Она Через Пять Минут Прям Все Притык Бегом Ну Что Вот Так А у Нас Сегодня В Первый День Осени Прекрасный Теплый Осенний День 1 Сентября 24 Года Славный Город Чехов Бывший Город Лопазни Некогда Мне Близкий И Родной Башни 975 Года Всем Говорю Пока До Свидания Спасибо Всяческих Благ И До Будущих Среч На Туристических Маршрутах 1 Сентября 2024 Всем Пока Спасибо Всем Пока